В спортивных играх, а значит и в баскетболе, выделяют две основные составляющие успешного завершения игры – это атака и оборона. Защита в баскетболе, как и в любом контактном виде спорта, является одной из важнейших частей игры. Ведь для выигрыша одних только успешных атакующих приемов явно недостаточно. Несмотря на то, что наиболее зрелищными в игре выглядят действия нападения, именно защита нередко решает исход игры. К основным тактикам обороны в баскетболе относят зонную защиту, прессинг и личные оборонительные действия. Защитных действий в баскетболе существует огромное количество. Это, например, перехват, опека игрока с мячом, вырывание и выбивание, противодействие броскам и другие. Обучение защитным действиям закладывается уже на этапе начальной подготовки спортсменов. На этом уроке мы рассмотрим защитные действия накрывания, которые относятся к разряду противодействия броскам в персональной защите. Еще его можно назвать блокшотом, от английского blocked shot – заблокированный бросок. Смысл приема накрывания состоит в том, что защитник, который имеет преимущество в росте и высоте прыжка перед нападающим, пытается помешать вылету мяча из рук при исполнении броска по кольцу. Рука защитника должна оказаться непосредственно перед мячом. Тогда согнутую кисть защитник накладывает на мяч сбоку-сверху, и поэтому нападающий спортсмен выполнить бросок правильно не может. Блокшот мяча при броске осуществляется сзади, спереди или сбоку от нападающего. Для успешного выполнения этого приема защитнику требуется выбрать правильное исходное положение для выполнения своевременного выпрыгивания. Также важно владение достаточно большой высотой прыжка в сочетании с рациональным движением рук. Сигналом для реагирования на начало броска служит резкое выпрямление коленей нападающего баскетболиста. Только вовремя выполненный высокий прыжок позволит защитнику опередить атакующего. Вытянув до предела руку вверх, обороняющийся накладывает на мяч согнутую вперед кисть в тот момент, когда он выпускается нападающим и тем самым накрывает бросок. Необходимо избегать замаха руки и ее опускания вперед. Еще одним эффективным персональным защитным приемом противодействия броску в баскетболе является отбивание мяча. Успешность его выполнения также требует от защитника предельной концентрации внимания, проявления высокой скорости реакции и хороших скоростно-силовых качеств. Техника выполнения данного приема по сравнению с накрыванием отличается лишь тем, что контакт кисти защитника с мячом осуществляется в момент, когда мяч уже начал полет от кончиков пальцев нападающего, но не успел достичь еще наивысшей точки своей траектории. Таким образом, защитник кистью изменяет направление полета мяча. Этот защитный прием выглядит весьма эффектно, но требует достаточной скоростно-силовой подготовленности, хорошо развитого чувства мяча и в какой-то степени интуиции. Далее приведем упражнения, которые баскетболисты выполняют при обучении блокшоту и отбиванию мяча при броске. Выполнение отталкивания подвешенного мяча, качающегося наподобие маятника, во время выполнения прыжка средней высоты. В усложненном варианте это задание выполняется в прыжке с максимальным усилием и увеличением высоты подвеса мяча. Отбивание и накрывание мяча из различных исходных положений по отношению к атакующему, который совершает броски мяча с места в медленном темпе. Усложнить задание можно за счет увеличения скорости выполнения бросков мяча. Отбивание и накрывание мяча при противодействии броскам, выполняемые в прыжках с места. Выполнение изучаемых технических приемов при противодействии броску одной рукой сверху, от головы, от плеча, в движении. При увеличении скорости бросков задание усложняется. Применение разновидностей защитных приемов в условиях игрового противоборства 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3. Для рационального выполнения изучаемых приемов необходимо занять исходную стойку с выставленной вперед ногой на согнутых ногах, одноименная с выставленной ногой рука поднята вверх. Отталкивание нужно производить двумя ногами со всей стопы, с места или после мгновенного приставления, стоящей сзади ноги. Полностью выпрямленную руку необходимо выносить по кратчайшей траектории без замаха. Нельзя опускать руку вперед, а также нельзя давить на мяч. Нужно блокировать дорогу мячу при помощи движения согнутой вперед кисти. Менять направление полета мяча нужно за счет движения кисти в сторону. Далее приведем наиболее часто встречающиеся ошибки выполнения блокшота и отбивания. Неправильное исходное положение. Баскетболист находится в защитной параллельной стойке на прямых ногах или с руками вниз. При таком раскладе затруднено своевременное начало выполнения защитного приема. Обороняющийся игрок не держит в поле зрения ноги соперника. Из этого вытекают сложности в выявлении момента, когда нужно начинать выполнять защитные действия. Отталкивание происходит с носков, а не со всей стопы. В связи с этим высота прыжка недостаточно для эффективного выполнения приема. Ошибки в технике движения рукой, замах при ее выносе, неполное выпрямление вверх, опускание вперед с активным давлением кистью на мяч. Все это делает выполнение защитного приема неэффективным. Недостаточно быстрый переход от защитных действий, блокшота или отбивания к контратаке. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...